На данный момент детское фигурно-катание представлено очень высоко. Дети уже в 6 лет учат те элементы, которые нам не снились в нашем детстве. Я считаю, у нас очень сильная детская жуна. В России не было проектов, которые сейчас имеют жизнь. И не было возможности быть в России и кататься, скажем, в большей степени только в России, а не в других странах. Да, тогда это было такое, какое-то заложничное, абсолютно туманное, наверное, видение. Потому что это случилось внезапно и очень активно. И все те, кто жил в Америке, в других странах, в Европе, стали приезжать чаще в Россию, и осеялись здесь. Потому что здесь мы, наши имена, наша Родина, наши зрители. Жить в музее – это просто сказка. Я считаю, что Петербург – это город-музей, где приятно стоять в пробках, приятно просто гулять под дождем, когда солнце вообще с фантастикой. Да, много раз выезжали в разные страны, но я не хочу быть просто русским. Я хочу быть здесь с тем, кто и есть. Повелитель темы – это детские представления, Алиса «Стране чудес». Буквально завтра премьера. Это детские спектакли. На более молодежную публику – это «Принцесса Анастасия». На более взрослую публику – это «Юнонная войс» будет премьера в ноябре месяца. «Опер на льду» состоялась, премьера. И совсем уже одна. Ой, плюс, двадцать день плюс. Это будет «Тысяча одна ночи». Тоже в декабре. Очень много было других номеров. И все то, что у нас получилось хорошо, мы все любим. Где у нас не получалось хорошо, мы не любим. Я еще не считаю что-то успех где-то. Успех будет, когда мы сможем сказать, что мы сделаем. Пока мы на таком этапе, что все рождается. Когда у нас все рождается, я не могу сказать, что мы все сделали. Все только настолько начало, что до успеха еще очень далеко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...